Субтитры создавал DimaTorzok Производство компании «Цитадель Энтертеймент» и «Джона Кэммини» При содействии Хоффланд-Полона Фильм Джона Ирвина Когда молчат фанфары В ролях Рон Элдарт Август 1944 года Фрэнк Уэйли Исход Второй мировой войны, казалось бы, уже не вызывал сомнений Зак Орт Париж был освобожден Дилан Бруно Мартин Донован После четырех лет сражений Победа над Германией выглядела гарантированной Тимоти Олифант Высадившись в Нормандии в июне Союзные войска с боями продвигались по Северной Европе Дэн Футерман Тесня фашистов к границам Германии Стивен Петрарко Девен Гаммерсол Джеффри Донован Бобби Кеннавайл Фрэнк Кёбе А также Дуайт Йоакан Композитор Джеффри Берган Парижане с восторгом приветствовали войска союзников Оператор Томас Берстин Маршируя по Елисейским полям Офицеры и солдаты верили Что путь до Берлина недалек Говорили даже Что все успеют вернуться домой к Рождеству Продюсер Джон Кэмми Автор сценария У.У. Войт Но когда солдаты двинулись из Парижа к границе Германии Их надежды стали быстро таять Режиссер Джон Ирвен Ноябрь 1944 год Хуртгенский лес на границе Германии и Бельгии Я доберусь Доберешься Доберусь Доберешься Мне повезет Тебе повезет Повезет Точно, Бобби Ерунда это все Да мы просто гуляем по парку Ты что, приятель? Я доберусь домой Ты идешь домой, Бобби Я иду домой Да, черт подери Я иду домой Точно, Бобби Держись, Бобби Я держусь Ты можешь Могу, могу Сожми пальцы в кулак Пальцы Пальцы Что, Бобби, не важно? Пальцы А что с пальцами? Болят Ничего, поболят И перестанут Черт подери Держись, Бобби Ты же можешь Кто у нас самый крутой? Я крутой Точно, ты крутой Крутой как что? Как скала Верно, повтори-ка еще Крутой как скала Точно, черт подери Крутой как скала Ну, ну, Бобби Держись Больно Да, но нам осталось меньше мили Меньше мили Слишком далеко Нет, нет Совсем недалеко Я не дотяну Дотянешь Я подохну Перестань, ты дотянешь Я не... Дотянешь Постараюсь Точно Черт подери Слушай, Бобби Мне надо отдохнуть минутку Ладно Ладно, Боб Черт подери Бобби Прекрати 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 же Бобби 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 С возвращением Черт возьми Обещай Что не станешь Тащить меня дальше Мне больно Не тащи Не тащи ты меня дальше Слушай, Боб Если я брошу тебя Никто тебя здесь не найдет Ты просто тут подохнешь Ты только посиди со мной чуть-чуть Я умираю Бобби Бобби Нам нельзя тут сидеть Сейчас мы пойдем И я тебя вытащу отсюда Нет Пошли Нет Не надо Не хочу Не надо Пошли, пошли, Боб Ну ладно, ладно, ладно Успокойся, успокойся Успокойся Не надо Ладно, ладно Успокойся Не надо Не надо Не надо Что же ты не уходишь У меня нет выбора, Боб Ладно Успокойся Дэвид Не оставляй меня таким Пожалуйста Не оставляй меня таким Не оставляй меня Дэвид Дэвид, не оставляй меня Прекрати Не оставляй меня здесь Дэвид Ладно Валите отсюда Держи за меня, парень Пойдем Полевой госпиталь 28-й пехотной дивизии Раз, два, три Взяли Взяли Тащите бинтов побольше Да поживее А ну-ка встали Уберите этот грузовик отсюда Где тут штаб-роты Издеваешься? Потерпи, парень Вот так Чемберлен Берись за тот конец Капитан Притчет Разыскивает Хоть кого-нибудь Из твоего взвода А где он? В штабе Я как раз еду в ту сторону Могу подвести Ложись Черт подери Ты как? В порядке? Почему их бросают вот так? Начальство, мать их Жалеют грузовики для трупа Они же все время получают пополнение для этой мясорубки В аду больше мест нет О чем ты говоришь? Места там полно Только успевай складывать их в штабеля И много их, как думаешь? Сотни Это только за последние пять дней Как они могли допустить такое? А еще считают себя людьми С тех пор, как я здесь Я не видел среди погибших Ни одного звания выше капитана А начальники по картам воюют И никто из них не знает, что здесь творится Дерьмо и есть дерьмо Да, черт подери От полков остаются батальоны От батальонов роты А нам остается только подбирать их дерьмо Помяни мои слова Они будут бросать нас в этот тат, пока не перебьют всю дивизию Меня уже не бросят, доктор Командный пункт роты Капитан Притчетт Прибыл рядовой Маннинг Ты Маннинг? Да, вроде бы Отвечайте четко и ясно рядовой Не лезь Можешь перестать искать свой взвод Его больше нет Что? Похоже, ты единственный, кто выбрался Тебе повезло Повезло? Ты ведь жив? Да но Если вы не прекратите выступать, я думаю Ну и что ты сделаешь? Молчать оба Лукас, иди прогуляйся Проклятые салаги Тебе лучше поладить с ним, ведь он твой новый командир взвода Такого убьют через неделю Скажи-ка мне Ты можешь держать себя в руках? Временами Как это понимать? Так, что временами мне удается держать себя в руках А на передовой? Что вам от меня нужно? Капитан Прошлой ночью был разбит весь батальон Говорят, 70% потерь Правда, это лишь разговор Так или иначе, потрепали насильно Мы отступили, так и не достигнув ни одной цели А я-то тут при чем? К нам подходит пополнение Сламанши И к вечеру у тебя будет новое отделение Поздравляю, рядовой Теперь ты сержант Мне это ни к чему Придется подчиниться Не нужно мне это, не хочу А мне плевать, чего ты хочешь Я только потому терплю твою наглость Что понял, если ты выжил здесь неделю, значит можешь командовать Но это не дает тебе права отвергать мои приказы Да не гожусь я для этого Ну что ж, оставайся при своем мнении, сержант, а я при своем Пойми, тебе удалось выжить здесь неделю В отличие от всего твоего взвода, можешь считать меня психом, но этот факт меня и убедил, что ты будешь взводным Вы делаете ошибку Принял среднюю твое мнение, сержант Свободен Сэр Мне не по себе, я сам не знаю, что творю Сержант Что? Свободен Прошу разрешить не уйти в отставку Я измотан Не могу я ничего, я... я не в себе Послушай меня, солдат Неделю назад у меня была рота почти из двухсот человек Теперь их осталось пятьдесят И как ни печально тебе это будет услышать Для твоей наивной попытки выжить здесь не время и не место Важны только цели, чем больше мы их достигаем, тем больше трупов лежат штабелями по обочинам И поскольку именно мне поручено достичь этих целей, я буду использовать тех, кто у меня под рукой В том числе и тебя, сержант Сожалею о твоих потрепанных нервах, но ты, видно, совсем спятен, если думаешь, что я позволю тебе уйти в отставку Все понял? Да, сэр В 14.00 встретишься с своим новым отделением До тех пор приведи себя в порядок, ясно? Да, сэр Хорошо А теперь кати с моих глаз Капитан А если я пошлю все это к чертовой матери, кто будет виноват, я или вы? Не возражаешь, если я пойду с тобой? Да нет, иди Слыхал о твоем повышении Да ну И где же ты это слыхал? Друзей у меня много И сигареты достал? Знаешь, это даже забавно, если призадуматься Целый взвод сгинул на фабрике смерти Один парень выжил и гуляет тут себе 25-30 ребят погибли или умирают от ран, а на тебе не гимны царапины Мне повезло Повезло Но это если смотреть с одной стороны Но есть и другая сторона Ведь так, Толбот? У тебя ведь нет ничего святого, Мэнинг Есть Тепло и сухие ноги Как же ты сумел выбраться, Мэнинг? Оторвался, что ли, от остального взвода? Деревья там были слишком толстыми Ну же, как было дело? Если у тебя дурь в башке, я выплюнь ее Ну ладно, послушай, что я скажу Твои приемчики не так уж незаметны, как тебе кажется Всегда держишься чуть-чуть позади, никуда не вызываешься добровольно Словом, избегаешь неприятностей и никогда никому толком не помогаешь Да, я парень непростой Ты вот что свой Время прятаться прошло Теперь у тебя будет горстка салаг, которых ты должен вернуть домой живыми И если я узнаю, что кто-то из них пострадал по твоей вине Я лично сажу тебе пулю в лоб Сэнди! Сэнди! Вот и он! Привет! Отлично! Молодец! Где ты бродишь, черт подери? Я тут тебя ищу Я заблудился А я думал, ты обделался Ты думал, что он обделался? А я-то знаю Он просто такой фермер из Винсконсина У меня будут неприятности? Да нет, мы просто ждем здесь сержанта Как же ты сюда добрался? Ребята в джипе подсказали мне, что надо идти по этой дороге И чего ради нас сюда послали? Война-то, я слышал, кончится к Рождеству Это кто тебе сказал? Болтали А я слыхал, что у фрицев на передовой одни старики и дети А ты ей поверил? Хотелось бы верить А ты, Сэнди, тоже веришь в этот бред про стариков и детей? Поверю, если ты поверишь А это еще что? Нам-то откуда знать Это называются зубы дракона Фрицы ставят их против наших танков Вы стоите на линии Зигфрида Там вон Германия Надеюсь, вы помните об этом Ну, пошли со мной Мы идем на фронт Мы идем на фронт Продолжение следует... 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 Боже милосердный, спаси меня и защити. Боже милосердный, спаси меня от врагов и прочих напастей. Идем через две минуты. Есть. Две минуты. Две минуты. Две минуты, и никто не погибнет. Две минуты, никто не погибнет. Две минуты, никто не погибнет. Скажи это, Ланни, скажи же. Никто не погибнет. 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 Ладно, слушайте. Как я вижу, пехотной поддержки у них нет. Пушкари стоят спиной к нам. Мы пойдем прямо по этой тропе. Бакстер, Сендерсон, вы будете сжечь их. Идет? Пошли. Огонь! Огонь! Вагон 6, это вагон 9, ответьте! Вагон 6 слушает. Это сержант Толбер. Лейтенант Лукас сошел с ума. Значит, команда не переходит к вам, сержант. Теперь слушайте. Отведите свой взвод обратно. Вы хотите, чтобы я вывел ребят из укрытия при таком огне? Если вы не сдвинете с места, то через 10 минут всех вас перебьют. Давай, пошевеливайся. Вагон 6 слушает. Вагон 6 слушает. Огонь! 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 Поехали! Поехали! Бакстер! Нет, 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 чёрт возьми, не работает! Бакстер! Нет! Не работает, сука, не работает, не работает! Нет! Иди туда, Бакстер! Нет! Оставайтесь на местах, держите позиции! Бакстер! Чёрт тебя подери! Нет, нет! Нет! Чёрт, что ты делаешь? Господи, помилуй! Уоррен! Иди туда немедленно! Вперёд! Вперёд! Уоррен! Вперёд! Вперёд! Вперёд!!! Вперёд! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Еще не все, надо выбраться отсюда, сними ты свой факель Пошли, пошли Черт 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 Лани, 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 Лани Нет, нет, стой! Стой! Пошли, 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 не стоять, вперед, вперед, черт, потерял. Лоня, пойдем, пойдем же, пойдем. Надо двигаться, двигаться. Вперед, вперед, вперед. Он умер, умер. Идем. Идем. Идем же. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Это первый же раз, когда она возникла, и не стоит ее поднимать. Вы ранены, вам нужен отдых. Свежая точка зрения Рой вполне может тут пригодиться. Разве мы знакомы? Ваши люди внутри? Да, сэр. Капитан Занок, могу я попросить вас направиться туда и познакомиться со своей ротой? Да, сэр. Мне тоже надо будет поучаствовать, ведь капитану потребуется много советов. Не надо. Я не желаю повторения прежних ошибок. А что это за ошибки? Сами знаете. Водитель? Этому офицеру нужен врач. Капитан Абхазин. Ну как, тяжело пришлось? Тяжело. А где твое отделение? Вон там. Такая вот цена, да? За что? За отставку. Не знаю, о чем ты говоришь. Ты настоящее дерьмо, Мэннинг, правда? Правда, Томат, натуральное дерьмо. Значит, ты пошел на тот мост еще с четырьмя ребятами, вернулся с одним. Тебя ж там не было. Да уж, мне повезло. Ну, я не сводил с тебя глаз, Мэннинг. Да что ты. Все мы знаем об отставке, о твоем договоре с Притчетом. Скажи что-нибудь в оправдании. Все верно. Плохо, что его нет, а то бы и он ответил за такую сделку. Что ты несешь? Его ранили, и сегодня увезли с передовой. Вот суть я жизнь. Где лейтенант Лукас? Никто не знает, сэр. Ему здорово досталось. А это не он? Да, сэр. Каково состояние вашего взвода, лейтенант? Каковы бы ни были ваши проблемы, лейтенант, держите себя в руках. Немедленно возьмите себя в руки. Уберите его от меня. Уберите его отсюда. Черт подери. Вы вроде состоянием взвода интересовались. Одну минуту, солдат. Вы рискуете угодить под трибунал. И он заберет меня отсюда, ведь так, сэр? Вы Мэннинг, да? А вам-то что с того? Мы медленно явитесь на мой командный пункт. Сержант Дэвид Мэннинг, у вас на всех такие листки? Не сейчас, сержант. Только на вас. Сержант Мэннинг показал отличное понимание боевой обстановки. Его способность реагировать на крайние ситуации выше, чем у всех прочих в роте. Его неуважение к начальству не может перечеркнуть его способности лидера. Настоятельно рекомендую назначить его командиром нового взвода, когда представится такая возможность. Капитан Рой Притчет. Если не ошибаюсь, сержант, возможность уже представилась. Когда это было написано? В тот день, когда вы стали сержантом. Сэр, у меня нет права быть офицером. Я знаю, Мэннинг. Но я также знаю, каковы ваши способности. Три дня назад я был рядовым. Это не предмет дискуссии, лейтенант. У вас просто нет выбора. Да и у меня тоже. На восемь утра будет новое наступление. Соберите своих людей, лейтенант. У меня никого не осталось. Найдите. Он там. Мэннинг. Мы хотим потолковать с тобой. Я же говорил, что мы потолкуем, сука. Слушай, Мэннинг, я хочу знать правду. Что там произошло? И не надо уходить от меня. Ну хватит, перестаньте. Ты убил Бакстера. Да, я убил его. Он побежал. И ты сделал бы то же самое. Опусти пистолет, Олбот. Зад вниз. Ну, продолжай. Мы уже все мертвы. Полк завтра пойдет наступление. Мы должны занять Шмидт любой ценой. Что? То, что слышал. Господи. Как я понимаю, у нас есть два варианта. Мы можем смириться с тем, что нас перебьют завтра. Или можем ночью вырубить эти танки. Командование никогда не позволит этого. Имел я их в виду. Если мы сделаем это, то сделаем. Проскользнем через передовую незаметно. Что-то вроде очередного патруля. Я ничего не понимаю. Еще вчера ты просился в отставку. А теперь? Собрался везти кучку салат на германские танки. Как остаться в живых? Вот в чем вопрос. А то, что ты обо мне думаешь, не имеет значения. И каков твой план, Моннинг? Ты же не принимаешь этот бред всерьез. Может. Ну, а кто поручится, что там он не застрелит тебя, как Бахстера? У него не было выбора. Если бы он не застрелил Бахстера, мы бы все побежали. А в спину бы нам палили эти 88-миллиметровки. Я пойду с тобой. Не знаю, не знаю. Слушай, если кто-то и может это сделать, так это он. Меня риск не пугает. Это даже лучше, чем наступать на рассвете. Моннинг? Что? Никто не погибнет. Никто не погибнет. Ну, тогда за дело. Хорошо. Я разберусь с минным полем и разрежу проволоку. Мы ударим по танкам на рассвете перед наступлением. Вот так, пути назад нет. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Я не дотяну. Слишком много крови потерял. Дотянешь? Ты идиот. КОНЕЦ Ты многом не задолжал, лейтенант. Ничего я тебя не задолжал. Меньше мили осталось. Меньше мили. Слишком далеко. Вовсе недалеко. Что здесь смешного? Ты. Да? А почему? Так, ерунда. Я отдачу тебя домой, Дэйв. Конечно. Ты идешь домой. КОНЕЦ После почти трех месяцев тяжелых боев союзные войска заняли Хуртгенский лес. В этих боях было убито и ранено более 24 тысяч солдат. Битва за Бельгию началась всего через несколько дней, оставив компанию в Хуртгенском лесу почти забытой в наши дни. Субтитры создавал DimaTorzok